Здравствуйте! Я в этом году в Москве с вами в Москве, Есть такой хороший отдел, который называется «Оссаманн-оукультурный» «Умман культурный» Хотя он переводит его на дворщине, у нас тоже независимо от деревьев. Но это означает, что представляем, он говорит с Галибов, и в нем будет помогать к школе. Но показать, как сказал Галибов, в의도на на тречках. Поздравляем в школе с Галибовым южным родственником. Когда мы многие дети управляем, мы добавим на учёте, Продолжение следует... 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 Это маленькая, мини, как говорится, презентация, я думаю, пресса будет на Московском пресс-клубе, наверное, до конца года. Ну, туда уже, наверное, не приеду. Вот, пожалуйста, пополам, все работайте. Спасибо, спасибо. Приглашаем всех людей, пожалуйста, и будьте ромки, спасибо, что вы делаете такое прекрасное дело. Алена Алексеевна, а, ну, вот я смотрю, там, Вашкир, Татарский, Амир Владимирович. Алёна, Марсинава, извините, пожалуйста, время идет. Так, все, на этом мы уже можем дальше. Спасибо огромное. Так, дорогие друзья, действительно, у нас время, потому что 6 часов уже закрывается библиотека. Все-таки мы услышали больше стеклов. Осталось 5 минут. Осталось 5 минут у нас. Я вам оставляю. А юмор на вас что-то включает? Что-то пока не понял я вашего юмора. А юмор? Дайте им юмор, пожалуйста. А юмор, юмор. Я хочу юмор, Саша. Не такой юмор может быть. Только юмор. Ну, и можно считать. Так, ну, что-нибудь такое. Среди я пришла, а не. Не юморной тебе отмечу. Кстати, не юморной какой-то. Я, конечно же, прочту. Маслямка, давайте так, пожалуйста. Маслямка, давайте так вас тут. Пока мы решили, свои сихи сюты. И вы прочитаете, да? Что время не ценно уйдь? А-а. Мастер-мастер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, у меня вот только что вышла книга Флотен Дассервар Тайна за горизонтом называется Для детей Стихи для детей Вот так оформили В татарском книжном издательстве Оформили, но издал это его Рауль Хазер Альбер Спасибо ему огромное Потому что сначала Теперь все поменялось Для того, чтобы книгу знать, тебе надо Подпись президента мне сказали найти Я была удивлена Потому что остальные книги У меня выходили просто Я сдавала рукопись Они план включали И книга выходила А тут я сдала рукопись Такую прозу толстую Четыреста пятьдесят страниц И эту И ни один мне план не попал Потом мне говорят, план не попал Я говорю, а как же Надо брать Вот подпись Сафарова Или Миниханова Я говорю Когда я сдавала В августе месяц Вы мне в январе уже говорите это А почему вы мне В августе не сказали Потом говорили Что социально значимые Для детей Эти таких книг нет Обязательно издадим Фибушки Ничего не издали Потом Хазер Альбер Меня поздравляют С днем рождения У меня был юбилей Думала Юбилей уже издаду Хазер Альбер говорил Ты ни у кого не проси Я издам Сам Тебе поздравление Юбилеем будет Я говорю И Хазер Альбер Умайсус Но тем не менее Он сказал Хазер Альбер Книга у меня не издается Сколько может Давай калькуляции Сделай все И он за два месяца Мне сделал книгу Рахмадам Мадам Рахмадам Береки Гнаши Руссили Ну была ларшин Хэлэкэр Куям Хэлэкэр Куям Нэмда Куям Баласы Басы бома Хэлэкэр Куям Баласы билен Кошешлы ойнарға Дейтмі Менем яныңа келген Улетырған Күлақларын Салды да Орқасына Көзін Еміп Пысып қалды Күленер Арасында Енді Тұттым Деп Тұрғанда Ағындым Тұрғанда Шуартауық Шуартауық Юғалды Қойлардан қорамадым Күнге Дишолты Ақтарының құшытқан Ораларын Тобылмаға Шуғынды Әлі Әттттім Әлі ұға Дуслар үзлі Бираққа Кеттім Құрып 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 Бүлкін Шибилер Ердіп Құрып 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 Бүлкін Құрып И вот, когда я приехала, я умерла, и я был Илья, и я был в Украине, и я не бросил мне лайки, и я хочу, чтобы все помнили, И потом, когда я приехала в деревню, я дом поставила в деревню, в родной деревне, и маме написано, целый чемодан, и только там мамины были письма. Я все это перевезла туда. И не дотрагивалась до них 7 лет. И вдруг, нынче решила посмотреть, открыла этот чемодан. Во-первых, неделю я плакала, я ничего не могла писать. Это что-то, это что-то. Я их читала, как будто я первый раз, как будто я их вообще не читала. С 1966 года, когда я еще училась, вот эти не сохранились. Потом, когда я работала в Мензелинске после училища, эти письма есть некоторые. Потом после этого уехала в Москву учиться, потом вышла замуж, потом всю жизнь, когда написала, все эти письма сохранились. И вы знаете, я ей стихи написала, я сегодня даже не принесла эти стихи. Я не думала, что я буду выступать по этому поводу. И в общем, вот про маму. Мама была удивительным человеком, к ней за советом приходили даже мужчины, даже старые люди. Мудрым она была, очень мудрой, она удивительная. И вот ее последнее письмо было, она умерла в январе, после папы она пережила несколько четыре месяца. И это самое, вот последнее письмо, потом им телефон поставили в 2001 году, и мы уже по телефону говорили, уже письма не писали. Вот мы сейчас теперь не пишем письма, мы столько теряем. Как мамы пишут, например, она пишут, «Кызым, хазер моды да кора шеклы, розыше шеклы яблок лар». Мне гульбекенеки да бар, айсулык тига да алып койтканар, мне не кей не ехал, «Кызым жиберер шунды яблок». Вот, и, тағын, сонғы хатыли, 2001-ши елдар улайкен, «Кызым, ояныны отлылаған сайын бұу әни хайырдыға соли бақыла». Вот у нее это было как-то вот последние ее слова, видимо, она уже знала, что больше не напишет. Удивительно, и у меня много рассказов именно именем мамы связано. Это ее, это она с Шимуром была всегда. Она, я не знаю, сейчас только просто надо будет отдельно вот эти, вот это, по этим письмам. Теперь я начала писать там 50 страниц уже написала, после 7 веки там всего 6 страниц. И я сейчас написала 50 страниц уже, большой, большой вот поэкс. Каких только она, например, она пишет, «Говорят, скоро конец света». У нас в Ахкуштаву, у нас есть такой дебезинная гора. Ахкуштаву, да, начали копать окопы. Говорят, там будут окопы, и там мы будем все прятаться. Конец света. И дальше пишет. Твой учитель по физкультуре Хожжауэм Ульде. Мене анамущен дэнгадатте. Вот для него настала конец света, умер твой учитель. Вот какие-то вот, она не по 4 страниц. Она училась только латиницей. 4 класса всего у нее было образование. Но кириллиц она самостоятельно изучила. И писала, читала очень много классиков знала. И самое интересное, когда она рассказывала, рассказывали, деревенские женщины ее возраста никогда не читали вообще. Рассказывала, как будто она участвовала в этих действиях. Вот это было удивительно Миша Амира, там Рахмана Абсалямова. Вот она всегда читала. Уже когда уже последние были дни, она уже плохо стала видеть. И каждый раз мне говорили. Казам. Утрая на крыльяма. Присузей тарсина. Тирнадин. Аси. Казам. Ушак. Ухьял. Менби. И у нас был отрыванный календарь. Эти календари у меня хранятся. Мама на каждом календаре какой-то дневник вел. Дневник вел нашей улице. вот все время что-то такое вот все время и она своей рукой по краям ну просто удивительные человеку с юмором тоже она говорила если вы мне писать она три года осталась мать умерла оставив 7 лет умерла видимо сердце тогда не знали потом мальчик пришла маме было три года и мама говорила если мне написать и сэндэ полганна как батула тукай у меня было бы горще моей записи чем у тукая даже и 13 лет она уже котомкой поехала пошла кишком сестре которые за 40 километров работала в совхозе там 7 километров только лес как она вот 13-летний ребенок замуж вышла за папу замуж она вышла за папу сорок пятом году она работала на тракторе потому что она хотела на несетру учиться во время войны и сестра кому она поехала сказать тебе убью если ты тебе на войну пошли и лучше трактористами учись тракториста будет работать будешь работать и мама работала на тракторе мать и вот этот трактор на это кошмар это очень тяжелая работа и она приехала на выходные это работала в соседнем совхозе на выходные и пришла мамина сестра родная которая была замужем уже на другой улице и говорит слушай завтра значит мой муж поедет мтс надо носки ему довязать и поэтому я тебя тоже приглашаю я буду вязать ты будешь вязать давай быстрее давай корма у меня на ногах были белые тапочки как она говорила острези в резинке вот это такое ну типа кеда наверно и это октябрь месяц грязь они как меня потащили там соседние девочки у меня все ноги грязи я пришла к ним и сидит мой папа будущий папа и и мама это была осень в общем она вышла замуж так оказывается сказали вот так замуж она ушла за него играть дома не было ни кусочков ни грамм ни еды а первым месяц вот как зима зимовая она мало гром дом был огромный как это самое как клуб у нас вот такой у родителей было такой огромный дам и стоял там колхозный сепарат представляете вот казанок так вот это где молоко наливает там три ведра вот такой огромный два человека крутили это было не электричество не было и все деревня тогда это в ту пору когда топленое масло бесплатно сдавалось государству все оставляли сметану нас дома на другой день приходили опять на сепаратор опять добавляли потом уносили только масло сделать сбивали растапливали и все это колхоз и специально собирающие и все это не завал и бесплатно доплением масла и вот это самое самое страшное время мне тогда было пять лет я помню это пять лет вот например старуха свою сметану кладет в кастрюлю который там уже почти прогоркла и уже неделю собирается сметану на полу а вот тут это свою кружку это самое или куда она свежую сделала и мне говорит барнарабна йо ла это можно рассказывать невозможно много вот я прошу специально спасибо тебе самое главное самое главное она очень близкая мне человек и с которым я встретился это сто лет тому назад тысячи лет в прошлом тысячи лет когда я переводила совершенно верно вот кто такая я перевела с турецкого а Марсин опечатал три рассказа о том книжка вышла у меня на этом на татарском языке вот очень правильно спасибо вам что вот так предоставляю тебе слово это не появилось так сейчас я прекрасно ну да ну да не то что а стихия вот сейчас уже времени вы уже все читаете я юмору вообще я не буду но одно что-то я прошу это я я я я я я я это я это Добро пожаловать в Казахстан! 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 Как ты тоже знаешь? Добро поговорить. Боксным не, боксам бар! Бокса, бокса. Он не вызовет. Бокса не получается. Бокса. Я знаю, что-то не умею. Бокса. 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 Ну, дядя. Бокс мидулет. Бокс мидулет. Бокса. Бокс мидулет ни оуле. Бокса. Это не так сгеросуется. Жунышо. Ора Инна марка туқтаны ёнывозға. Плеш бошлы Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 Рахманович Халиков Спасибо огромное Спасибо вам Спасибо 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 Если Чего я могу Умру Замечу Вот эта красная книга, которую вы начали, все мои греки, сюда добавляю новые, я уже не могу представить, вот они, кто я такой, я добавляю, я добавляю вот сюда, вот здесь все эти издания, уфе, которые вышли, сюда добавим, которые, сейчас уже, сейчас уже вы тоже, вы тоже уже, вы тоже уже, здесь все, сейчас уже. Да, ладно, там еще раз, что я вам дарю, а, подарю, слушайте, не пожалею, вот на Бахтерском есть книга, на Бахтерском есть книга, на Русском есть книга, я не пожалею, слушайте, вам оставлю, ну, друзья, меня просите, русские друзья, я не могу не оставить, вот золотой человек, это вот, что вы хотите, не надо. Ну, они, 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 они все хотят, сейчас я посушаю. Такая, да, сможет быть. Исперим, я, надо. Исперим, я. Алло, алло, да? Да? Так, завтрашний, вот это, я не знаю, мне помощник... Нет-нет-нет, это не ватсап, это вот прямой. Тут говорят, из каринга, что ли? Уже не из каринга. Так. Помощник... Вы кто? А, каминга. Так. И где, во сколько там будет? Павел там принимает, да? Завтра же Павел. Гуся, гуся, гуся. Во сколько к нему, во сколько поделать? Скажите. Ну, так и получается, у меня сейчас встреча с народом. Тут мужики, татары, русские. Вот они все смотрят. Так, Павел будет во сколько у себя? Гуся, парень, записал. Да, Гуся, парень. Двенадцать, да? Так, к двенадцати я тогда к нему подъеду. Вообще, помощница должна была звонить? Там, это Марина, да? Она что-то не звонила. Марина, что-то я не дождался. К двенадцати, значит, Павлов. Адрес, адрес по... Да, 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 вот он есть. Да. Я знаю, 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 знаю с людьми. Знаю. Двенадцать. Двенадцать часов. Нет, 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 я с другом в гостинстве. Вот, представь я. Чего? Двенадцать, значит, два. Спасибо вам, спасибо. Спасибо вам. Так, это тоже нам нужно было. Шламина нам уже делала человека. Да. И, кстати, идет, будет СССР в Союзе журналистов России. А у нас двенадцатого ноября будет еще одно мероприятие. Я вас приглашаю в начало в шестнадцать часов, по-моему, да? Можете на сайте посмотреть. Это вечер Адреса Паракандалея. Значит, поэт девятнадцатого века. Придет к нам, значит, секретарь Союза писателей России Попова Нина Викторовна. И у нас будет еще писатель, знаменитый писатель, да, общественник, был депутатом в долгое время. Это Ренат Софиевич Мухаммадеев, написавший очень много книг. Вот он у нас будет в гостях. Поэтому я вас приглашаю на это интересное мероприятие. И будет еще презентация книги. Перевела Лилия Гадулина. Она сегодня у нас была в гостях. Поэму Сахриджа Малага. Она татарский знает, практически не знает, так скажем. Вот она перевела на русский язык поэта девятнадцатого века. Будет презентовать свою книгу. Так что приходите. Спасибо вам. Будем рады. Ну что, очень дорожный. Чикарь, откуда. Но это мы и завершаем. Сейчас пойдем в кафе. Вдвоем, да? Да. Желательно. Давай, да? Возьмем? Возьмем? Возьмем. Что подойдет? Возьмем. Возьмем.